На повестке дня новая инициатива фракции «Единая Россия» Законопроект о компенсации взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Пермском крае Члены фракции отмечают высокую социальную значимость документа И первыми среди других парламентариев приступили к его разработке еще в конце прошлого года Это действительно дискуссионный момент В этот фонд капитального ремонта вносят взносы все собственники жилья Безусловно, в их числе есть люди, которые имеют очень почтенный возраст и 70 и 80 лет И, конечно, эти люди могут в силу естественных причин не дожить до сроков капитального ремонта Потому что программа капитального ремонта рассчитана на 30-летний период Законопроект предусматривает возможность получить назад уплаченные средства фонд капитального ремонта 50% от суммы взноса для лиц старше 70 лет и 100% для людей, достигших 80-летнего возраста На мой взгляд, это следование разумной логики Логики тех, что у нас есть граждане, которым мы в любом случае, как социальное государство, обязаны оказывать социальную поддержку И логики вот этой возрастной, о которой я уже сказал Кто, что называется, сможет увидеть реализацию через 30 лет данного закона Разработка данного законопроекта стала возможной после того, как в Жилищный кодекс России была внесена соответствующая поправка Отныне каждый субъект федерации самостоятельно принимает решение предоставлять или не предоставлять данную льготу для граждан По экспертным подсчетам под действие законопроекта попадает каждый третий пенсионер при Камье, проживающий в многоквартирном доме Конечно, у большинства, наверное, есть наследники, у таких граждан И, безусловно, их ответственность можно было бы и активировать Но федерация внесла такие поправки социального характера, которые фракция считает нужным поддержать Во всяком случае, сегодня мы с руководителями социального комитета выполняли задания руководителя регионального отделения Которое было нам поручено до нового года в части проработать региональный законопроект Члены фракции «Единая Россия» считают, что этот законопроект может быть реализован уже во второй половине текущего года На эти цели в региональном бюджете необходимо будет заложить порядка 20-30 миллионов рублей Всего же, по некоторым оценкам, на компенсацию взносов ежегодно будет уходить около 130 миллионов рублей Если все-таки определяться в названии популистки-непопулистки, наверное, надо исходить некую краткую историю внедрения этого законопроекта и так далее И то, с чем мы всегда говорили, даже когда разрабатывали и принимали законопроект на краевом уровне Мы всегда говорили о том, что этот закон, он очень, скажем так, социально непростой Планируется, что данный законопроект будет рассмотрен региональным парламентом уже в марте Сейчас Совету фракции «Единая Россия» дано поручение доработать документ При этом некоторые депутаты высказали мнение, что необходимо учитывать интересы всех пенсионеров А не только тех, кто проживает в многоквартирных домах Мы все ведем приемы, общаемся с населением и понимаем суть проблемы глобальной по всей России Единственное, что не все можно уложить в данный законопроект, как бы нам и не хотелось Поэтому Олег Михайлович, как и в прошлом специалист в сфере ЖКХ, достаточно подкованный, ставит полос шире И мы тоже это понимаем, но да, на самом деле у нас получается некий дисбаланс Люди, которые проживают в своем частном жилье, значит, мы их вообще никак не линкатируем, да И люди, которые, значит, живут в многоквартирном, значит, условно говоря, секторе Ну, к них, как бы, есть некий дисбаланс, и да, мы это чувствуем Решить эту задачу в рамках данного законопроекта невозможно Но члены фракции «Единая Россия» полагают, что к этому вопросу можно вернуться позже Самое главное, считает Юрий Борисовец, нужно подходить с высокой долей ответственности Абсолютно к любому законопроекту, и в первую очередь социально значимым документам Впрочем, по мнению парламентариев, фракция «Единая Россия» как раз и работает в таком формате Я считаю, что мы, значит, работаем хорошо, вот, как бы это, значит, не было самооценкой Но, тем не менее, я считаю, это так Значит, к нам уже вот начали апеллировать там другие фракции, что мы там, значит, плохо относимся к разным, значит, льготникам и так далее И, значит, вот они вносят хорошие инициативы, а у нас таких мало Хотел бы сказать, что все, что законопроект собрания приняло, так или иначе, принято с одобрения фракции «Единая Россия» Что бы ни говорили, значит, наши партнеры по политическому цеху, да И какие бы инициативы их не были, если бы их не одобрила «Единая Россия», они бы просто не прошли Даже в непростых экономических условиях парламентариям удалось сохранить социальную ориентированность регионального бюджета Более того, ряд принятых в прошлом году законопроектов позволил оказывать помощь социально незащищенным гражданам более адресно В этом году депутаты «Единороссы» продолжат работу в этом направлении Следующее заседание фракции уже в феврале